Проблема Это какие-то границы своего использования И на этих границах требуют уточнения Это на самом деле не является специфическим определением только добра Это вообще в принципе любое определение имеет границы своего использования Так вот, суть-то в чем состоит? Допустим, какой-то мошенник Он там награбил много, ну не награбил, а обманным путем завладел большими богатствами Получается, что если другой человек, скажем, допустим, милиционер Берет его и сажает в тюрьму Тем самым он ему причиняет вред, конкретно ему-то вред причиняет Хотя вроде с точки зрения общего блага, это благо, что преступник наказан Здесь есть проблема, связанная с тем, что иногда в некоторых вопросах возникает Надо их по определению добра уточнять Потому что получается, что милиционер приносит вред конкретно данному человеку И он тем самым приносит ему как бы зло, потому что причиняет ему вред Но с точки зрения общего блага, с точки зрения того, что милиционер выполняет свой долг, свою работу Да, его призвано останавливать это преступление То он вроде причиняет добро Это на самом деле не единичный пример Дело в том, что, например, вы другой пример избирали в свое время Что если один человек пытается убить другого, скажем И сопротивляться этому убийству, то есть попытаться этого убийца остановить Это что такое? Это зло или это все-таки добро? Потому что ведь может наступить такой момент, как бы может так случиться Что останавливая преступника, который хочет кого-то убить, нам придется его тоже убить То есть получится, что останавливая преступника, мы совершим в отношении этого преступника Опять же конкретное зло, да просто конкретный вред, который по определению нашему является просто зло Но с точки зрения жертвы, которая могла бы пострадать, которую мы пытаемся защитить Это добро То есть получается, что в одной и той же ситуации мы одновременно совершаем и зло, и добро Только просто в разные субъекты, в отношении преступника мы совершаем зло А в отношении человека, которого спасаем, жертву, мы совершаем добро И вот в этих пограничных примерах надо как-то понять, как быть Как вот здесь взвешивать Потому что иначе можно зайти, придумать всякого рода, физические такие вещи И тогда получится, что добро и зло вообще не имеют никаких прочных определений А это просто некий произвол Один посчитал так, другой посчитал сяк То есть нет никаких, получится, твердых оснований, на которые можно было бы опереться в нашем поведении Потому что нам же нужно иметь какие-то, какого-то рода понимания того, как относиться к данному случаю Как ты его, пытаться как ты его оцениваешь Когда речь идет об убийстве, да, крайний пример Христос, да, не мог себя защитить, а пошел на смерть и не стал даже оправдываться В этом плане, как Христос, что ли, себя Мы берем всегда крайние примеры для того, чтобы понять ситуацию Если мы, пожалуйста, берем крайние примеры, мы сможем понять, как надо разбираться и с примерами такими простыми Где речь не идет о каких-то там убийствах и прочее Крайний пример, он тем и хорош, на самом деле, что на нем можно проверить некие свои выводы, какие-то свои проблемы Поставить какие-то проблемы, которые можно было потом как-то пытаться разрешать Смотрите, есть как бы логика, мы разбирали логику, в которой сталкиваются два человека В этой логике, в принципе, не против злому, можно понять в том смысле, что другой человек, против которого совершается зло Он может как бы ничего не делать, да, или убежать, допустим Ну, в любом случае, как бы, у него есть возможность поступить хотя бы любым способом Даже просто ничего не делать И, в принципе, это ничего не делание можно как-то оправдывать А вот есть и задачи трех тел, не двух тел, а трех Задача усложняется, и возникает задача не двух тел, а трех Еще раз повторяю В задачи трех тел, когда есть два других субъекта, да, у которых возникает какой-то конфликт Например, один человек хочет убить другого Как мне поступать ко мне, третьему человеку, который находится, как бы, вот Присутствует при конфликте Следитель Присутствует при конфликте Как мне поступать? Допустим, мы разбираем крайний случай Ну, а там написано, как поступать Написано, блаженный миротворцы Это понятно Это понятно Миротворить Каждой конкретной ситуации, наверное, понятно, что это означает Может, там, между ними встать Может быть, вступить в диалог Стоять, смотри, как ребенка твоего Это опять все техника Вы как волгомите Вот есть просто понятие, это все техника Понимаешь, техника Допустим, мы берем какой-нибудь крайний пример Когда вся эта техника не прошла Там не получилось одно, второе, третье, десятое Все вещи не получилось И речь идет зашла уже непосредственно об убийстве Что делать тогда? Имеет ли право вот этот третий человек убить, так сказать, нападающего? А если не убить его? Допустим, как-то оглушить хотя бы Ну, опять же, это техника Ну да, так вот Ну да Дело не в этом просто Мы выясняем вопрос Здесь, как бы, задача трех тел Предположим, на самом деле, что в этой задаче трех тел Решение, которое предлагает Людмила, невозможно Не можешь ты оглушить Ничего ты сделать не можешь Ты не можешь остановить нападающего Вот И условия задачи такого Не надо придумывать, как бывает Надо просто изначально работать в тех условиях задачи, которые есть И, допустим, единственный способ, каким ты можешь это сделать Убить нападающего Единственный способ Ну или, допустим, встать между ними И второй способ, да Как бы, и тебя убьют Тебя убьют, и все То есть два способа есть Можно, ну, скажем, давайте три способа есть Можно не участвовать, да, вообще Как бы там, я тут не при делах, или убежать там, да, ну как бы вот не участвовать. Второе, встать между ними, да, и попытаться как бы их разнять, но в итоге тебя убили смели. Или третье, допустим, что убить. Вот, имеет ли право вот этот третий, останавливая явное убийство, убить нападающего? Я знаю еще один путь. Берешь и носишь с тобой шило, и если надо, чиначек отжавить, не убиваешь его, а шилом только втыкаешь. Еще раз говорю, Валя же недавно сказал, это не относится к делу, нету никакого у тебя шила, ничего у тебя нет. Ну дальше придется купить. Мы там действительно бесконечно будем обсуждать детали, придется купить. Ну что, что получается, решение христианства, Христос должен был так сказать, носите с собой шило. Ну что ты ерунду-то несешь? Я новое даю вам, докупи шило, и носи его. Сама подумайся, что это, в чем это, мы разговариваем об этике, и о ее смысле, и сущности, а ты предлагаешь какую-то технику. Техника может быть разной, один шило будет носить, другой нож, третий автомат, калашник, четвертый будет на танке ездить. Какая разница? Мы не говорим о технике. Если есть сущность, как надо поступить, то техника к этому прибавляется, многообразная техника какая у тебя есть. Ножи, шило, мечи, автоматы. Я не знаю, как будет Иисус Христос смотреть. Я не знаю, вот убивает человека, Иисус Христос будет рассказывать проповедь свою, да? Тому, кто убивает. Не убей, не прелюбоди. Ну вот так, пустим. Люся, ну чего ты болтаешь? Я думаю, что Иисус Христос бы не поступил бы так, он бы не стоял. Люся, а как он поступил? Взял бы и убил бы, да? Люся, сейчас в лагерях, в тюрьмах убивают в России. Ну бы плетку взял бы, как тогда бы. Ты вот сидишь и рассуждаешь. И что? Людмила. Плетка на все случаи жизни. Ты знаешь, что сейчас вот в лагере обязательно кого-нибудь убивают в данный момент. Вообще в России кого-нибудь сейчас убивают. А ты сидишь. На дороге сейчас могут человека раздавить. Каждый у нас люди гибнут на дороге. А ты вот сидишь и рассуждаешь. И сделай так, чтобы не доверен на дорогу. Ты же ничего не делаешь, ты христианка. Не, ну а что вы тогда обсуждаете и не идете? Ты перевел, опять же, еще раз. Ты что-то переводишь? Не к тому, вы так же сидите, вы мужики вообще-то. Еще раз, давайте как бы заново сформулируем основную задачу. Задача следующая стоит. Если задача, если как бы люди, два человека сталкиваются, их задачи двух людей, можно назвать это задачей двух тел, по аналогии как физики, есть задача двух тел, задача трех тел. Два человека сталкиваются, то в их столкновении можно определиться, как себя действовать, как себя вести. Можно сказать, допустим, вести себя ненасильственно. Сказать, что не против себя злому, тебя пытаются убить, ну и позволить другому. Не то, что позволить другому убить. Конечно, допустим, вступить в диалог, попытаться его отговорить. Но если ничего не получается, ну в конце концов умереть. Главное, что не соверши зло. Это одна позиция. И в принципе, как бы, она возможна. Мы не говорим, мы не обсуждаем, разумна она, неразумна. Но она возможна. Здесь никаких проблем с этической точки зрения нет. В принципе, в христианстве так и говорится, да, не против себя злому. Но если задача трёх тел, когда три человека участвуют в конфликте, имеется в виду, что один человек убивает другого человека, а третий, как бы, он находится в конфликте, и он должен какое-то действие предпринять по отношению к нападающему, для того, чтобы помочь тому, против которого направлено нападение. Допустим, он тоже может вступить в диалог, попытаться между ними, кстати, какие-то действия совершить. Ну, может, у него есть какой-то набор действий. Допустим, он всё сделал, все действия, какие можно было, перепробовал. И у него осталось только одно действие. Либо как бы самому погибнуть точно так же, да. Но получится, что он ведь это набор-то не сделает, он сам погибнет. И погибнет и этот, второй человек, да, против которого нападение. То есть так погибет один, а так погибнут два. Это как бы вроде как неразумно. Тогда проще было бы сразу убежать, да, как бы изначально. Увидишь, что один человек убивает другого, взял, как бы, глаза закрыл и убежал. И всё. Зачем, как бы, потому что иначе какая разница, если погибнет, хуже будет, если погибнут двое, да, чем погибнет один. Вторая ситуация, как бы, можно попытаться убить нападающего, да. То есть, ну, если мы сейчас рассматриваем случай, что вроде бы понятно, что нападающий хочет убить, нож занёс там, или там пистолет у него в руках. Неважно, там, что как бы вроде как вся ситуация как бы совершенно ясная, да. И, допустим, человек решил защитить жертву, да. Имеет ли право он защищать жертву до конца, вплоть до убийства, или не имеет. Хорошо, если он владеет какими-то приёмами, там, борьбы, там, или там, самообороны, что он может, как бы, обезоружить человека и, как бы, решить эту проблему простым, как бы, ограничением свободы. А если придётся убить? Я думаю, здесь, знаешь, как, здесь вот смотри. Этот человек должен всегда вступить, как бы, в переговоры. Но смысл в чём, что, как бы, если он не смог в результате переговоров предотвратить это убийство, ну, или каких-то действий, там, какие-то действия совершить, предотвратить это убийство, значит, что он просто не находился на том уровне совершенства, там, я не знаю чего, который был необходим. Ну, это почти, как этот, закон кармы, понимаешь? Ну, это ты буквально в смысле об этом говоришь, что, типа, если ты чего-то не смог, то это просто карма у тебя такая, ну... А речь ведь идёт о том, как бы, имеет ли право, не о том, и обладает ли он какой-нибудь способностью. Допустим, человек, даже совершенно красноречивый, обладает, там, магическими даже способностями. Ну, не может, ну, не получается. Ведь часто мы сталкиваемся с ситуациями, при том, при всём, что мы обладаем, допустим, способностями и возможностями, ну, не получается у нас. Даже у лучших не получается. Даже у Лугаеста не получается. У лучших не получается. Вопрос ведь идёт, на самом деле, о сути вопроса. И может ли человек сам себе, несмотря на то, что в его этике стоит на первом месте ценность жизни, да, поскольку он, допустим, уважает свободу другому. Слышишь? Нет ответа в Новом Завете на то? Нет. То есть там таких ситуаций ни разу. Нет таких, да. На Новом Завете такой ситуации нет. Опущено. Там есть только ситуация, когда два человека сталкиваются. Там такая ситуация есть. Какая? Ну, когда, ну, два человека, значит, как бы, например, нападающий, который хочет причинить тебе зло, и ты. Ты должна, как бы, не противиться злому, там, возлюбить врага своего, там, если тебе сказано идти одну или идти две, если просят отдать хитону, отдать и верхнюю одежду, вот, и так далее. И везде, как бы, в ситуации два человека. И там почему-то всегда рассматриваются задачи двух тел. Всегда. То есть, Христа, Иван, который не поднимается выше. Сам как поступает? Когда приходят его арестовывать, он же сдается. Да, так я вот привела, тоже принято. Вот, кстати, между прочим, хороший пример по поводу сдается. Вы помните, там Петр выхватил нож и отрубил ухо рабу передвижения. А, вот третий человек. Да, и вот как поступить было Петру? Вот пришли, допустим, вот хорошая ситуация, допустим, пришли арестовывать Иисуса Христа. И Петр понимает, что это несправедливо. И понимает, что это грозит, может быть, даже смертью Христу. И он хочет его спасти. Вот что ему нужно делать? Понятное дело, когда сам человек, против которого осуществляется нападение, то есть, Христос, говорит, что ничего не делай. Это ситуация, кстати, понятна. Он имеет, Хрисус Христос имеет право за себя решить. Да? Он сказал, Петр, ничего не делай, да? Или там, он ухо отрубил, он сказал, доволен. Все, ничего больше не делай. Это нормальная ситуация. То есть, как бы Петр вышел из этой ситуации. А если, например, не может тот, против которого осуществляется насилие, ничего сделать? Ну, ребенок там, не знаю, там. Ну, много что может быть. Или, наоборот, он кричит о помощи. Говорит же так, что нападает, например, на кого-нибудь. А он кричит о помощи. Понимаешь? Мы приходим на помощь, но понимаем, что если мы на самом деле начнем помогать, то вынуждены будем убить человека. Или так получается, что мы начинаем завязывать с какой-то борьбой, и мы понимаем, что она не кончится ничем хорошим. Мы сейчас просто в чем состоим? Имеем ли мы право, да, покуситься на жизнь нападающую? То есть, мы же точно так же понимаем, что нападающий является человеком. И что жизнь у него точно так же цена, как и наша. Да? Потому что мы свою жизнь ценим, и мы понимаем, что и другой человек, и его жизнь ценна. Но мы пытаемся ограничить его свободу, потому что он напал на чужую свободу. В этом тоже ничего нет. То, что мы пытаемся, допустим, когда пытаемся ограничить его свободу, в этом ничего нет особенного. Но то, что, допустим, мы намереваемся его убить, а вот, может быть, в этом проблема нас отделяет. Потому что, когда мы пытаемся защитить жертву, мы ведь не намереваемся убить. Вот что проблема. Мы же говорим, что добро – это намерение причинить вред. Пользу, да? Смотри. Добро – это намерение причинить пользу. Если мы защищаем жертву, то ведь мы не стремимся причинить вред нападающему. Это как получится. А мы стремимся причинить пользу защищающемуся. Наоборот, логика тут какая. То есть наше намерение состоит в том, что мы пытаемся защитить жертву. Но если получается в результате этой защиты некий вред нападающему, то нападающий сам позволил покуситься на чужую свободу. Он сам виноват. Поскольку он покусился на чужую свободу, то и мы имеем право на его свободу покуситься. И если в результате этого покушения вдруг окажется, что нападающий погибнет, то это уже скорее вопрос случайности, а не зла. Как вред. Условно говоря, камень, кирпич сверху свалился из здания, кого-то убило. Это же не зло, это просто вред. Это некое стечение обстоятельств. Потому что намерения здесь не было. И с другой стороны, когда я намереваюсь помочь защищающемуся, я же не намереваюсь убить нападающего. Я пытаюсь его спасти, насколько я могу, жертву. То есть, допустим, оградить его разговорами, стать между ними и прочее. Но когда завязывается потасовка, то нападающий сам виноват, что дошло до крайности. Получается так, что это нападающий рискует своей жизнью, если он идет до конца и пытается действительно убить жертву. Он рискует своей жизнью. Потому что мы говорим ему, что мы будем защищать до конца. То есть, мы заранее его предупреждаем. Мы не созбираемся тебе причинять вред. Но если ты пойдешь до конца, то мы будем защищать жертву до конца. Вот как надо объяснять. Защищать жертву до конца – это доброе намерение. И мы говорим, что мы этого доброго намерения будем поддержаться, даже если придется, на самом деле, осуществить некий вред в отношении человека. Значит, еще раз для вновь прибывших, просто повторим, в чем тут состоит суть вопроса. Мы, когда разбираем эти этические поведения, мы разбираем поведение, где участвуют два человека, то есть задача двух тел. И задача двух тел – все вопросы этические легко решить в том или ином случае. Какой бы ни взять пример задачи двух тел, он легко разрешает. В конце концов, человек имеет право вообще ничего не делать просто и позволит в отношении себя совершить любой зло. И это тоже будет своего рода этика. И в этом нет никакой противоречия, проблем, парадоксов. Это просто этика и не насилие, допустим, этика и не противление злу. А вот если задача трех тел, если участвуют в конфликте три человека, причем два находятся, например, в конфликте, в котором одному грозит смертельная опасность, а другой, допустим, нападающий. И вот как поступить этому третьему, который должен выступить как миротворец, попытаться совершить в этой конкретной ситуации добро? Что он должен сделать? Естественно, он должен что-то делать. Он не может просто так сказать, я вот злу типа не противлюсь, и стоять смотреть, как один человек другого убивает. Это он не может позволить себе. То есть он может не противиться злом, но только тогда, когда против него лично совершается зло. Он может сказать, я злу не противлюсь и ничего не делать. То есть стоять вплоть до того, что его убили, допустим, и всё, этим всё кончится. Потому что это его личное решение. Да, потому что это его личная свобода. Он может пожертвовать, иначе говоря, своей личной свободой. Но он не может пожертвовать и свободой другого, которого убивают. Мы сейчас не берём какие-нибудь хитрые примеры, когда, допустим, один преступник убивает другого преступника из-за того, что они не поделили какое-нибудь богатство, которое только что награбили. Мы такие какие-то хитрые примеры не берём. Просто нормальная ситуация. Если преступник, допустим, какой-нибудь разбушевавшийся, хочет убить обыкновенного человека, скажем, по какой-нибудь причине, это тоже несущественно. И нам как-то надо в этом случае поступить. Во-первых, остановить зло, которое может совершиться. Ведь остановить зло в этом случае означает, на самом деле, тоже совершить добро. Во-первых, чтобы жертва выжила, во-вторых, чтобы преступник не убил другой человека. Ведь может он потом, через какое-то время, пожалеет об этом, подумает, что вот, я был в запале, что-то там со мной случилось, помрачение, или что-то в этом роде. То есть, как поступить? Обязательно в этом случае мы не имеем права руководствоваться принципами против зло. Мы должны вступить в это переговоры, пытаться как бы остановить это зло. То есть, это на самом деле уже этика. Вот в первом случае, когда этика не носили, там этика была свободная. То есть, я мог поступить так, как вот хочу. Это моя свобода. Я могу поступить так или иначе. А здесь, получается, этика как бы принуждающая. Когда я вижу, что на моих глазах совершается зло, я вынужден. То есть, тут как бы и свободы-то, как бы нет. Если я нравственный человек, я вынужден вступить здесь и попытаться, в совершающемся насилии, в совершающемся зле, как бы, попытаться урегулировать вопрос. Вот тут и... Нет, конечно, человек может теоретически и убежать, конечно. Убегая, как бы, он, конечно, ничего не сделает. И в том числе, может быть, и не совершит зло. В каком-то таком смысле, да, что он не остановил зло. Вот не остановить зло является ли это совершением зла? Это что же такое еще вопрос? Это непростой. Допустим, человек понимает, что он ничего не сможет сделать. Он слабый, он не владеет приемами какими-нибудь хитрыми. И он видит, что бугай какой-нибудь разбушевавшийся, напал, допустим, на бедную женщину. Он ничего не сможет сделать. И он понимает, что бессмысленно вступаться здесь. Просто он как бы... Этот бугай убьет не одного человека, а двоих. Но он взял и убежал. Это, конечно, трусость, это все понятно. Но является ли это поступок злом? Вроде не является, ведь намерения здесь никакого не было. В лучшем случае этот поступок является трусостью какой-то такой, малодушием. Но не злом. То есть остановить зло, если человек не останавливает зло, это не является злом. Но для чего же нам нужна этика, если в таких случаях не участвовать? Если мы каждый раз в таком случае будем пасовать, то есть каждый раз, когда будет возникать ситуация трех тел, и когда мы будем как бы принуждаемы к тому, чтобы свою этику применить на деле, если мы каждый раз будем отказываться от этого применения, ну тогда, значит, у нас просто этики никакой нет. Поэтому мы сейчас говорим о случае, когда человек не убежал, не струсился, не смолодушничал, а вступил в переговоры, попытался урегулировать эту ситуацию мирным путем. Отсюда и в христианстве блаженны миротворцы. Почему именно миротворцы и блаженны? Дело же не идет о том, что какая-то война там какая-то грандиозная идет, а именно миротворцы в смысле того, что два человека вступили в конфликт, который грозит одному, допустим, тяжелыми последствиями, вплоть до смерти. И третий человек вступает в этот конфликт для того, чтобы попытаться в этом конфликте найти какую-то точку соприкосновения, как-то урегулировать вопрос, как-то там утрясти его, чтобы попытаться сопротивляться злу, который может совершиться. В христианстве, кстати, вот этот момент, он не разобран. Ты, Валя, правильно говоришь. Ну, в принципе, мы вроде как с этим моментом разобрались с тем способом, что если наше намерение состоит в том, чтобы остановить зло, то есть добиться того, чтобы жертва не пострадала, то если наше намерение именно таково, то есть добро в отношении к жертве, то мы имеем право всеми средствами сопротивляться напирающему злу. Потому что зло, то есть вот этот человек, точнее, который вступил на путь насилия, он уже нарушил некие условия, нарушил чужую свободу. Ведь он покусился на жизнь жертвы, значит, он нарушил уже некие условия того, что две свободы должны дать друг другу возможность быть. То есть против него, значит, с точки зрения справедливости, мы имеем право тоже так же применить силу для того, чтобы обратно вернуть вот исходное равновесие. Но если в итоге этого, вот этот, как бы, конфликт того, что третий человек ступится, вдруг ситуация выйдет из-под контроля и придется этого нападающего убить, будет ли это злом? Это не будет злом, это будет только вредом. Потому что наше намерение исходное состояло в том, чтобы защитить жертву всеми возможными способами. И если последним способом, каким мы могли защитить ее, оказалось убийство, то уж таков результат этого, стечение обстоятельств. Мы же говорили о том, что человеку может быть добрые намерения, а в итоге, как бы, оказаться вредом. То есть итог может оказаться вредом, результат оказаться вредом. Потому что стечение обстоятельств таковы. Тут тоже так же получается, что наше намерение защитить жертву, и в этом случае, если мы умудрились ее защитить, мы, с одной стороны, совершили добро, потому что наше намерение было защитить ее, а с другой стороны, причинили некий вред нападающему. Потому что тут ничего не сделаешь. То есть нападающий сам виноват, что он нарушил исходный договор, дать возможность другому быть. И он, как бы, вступил в конфликт, как бы, и попытался свободу другого, вот эту жертву, как бы, не ввести в пол, ну, как бы, в ноль, да. Потому что убийство – это уничтожение, полностью полное уничтожение свободы другого. То есть есть, как бы, ограничение свободы в виде насилия, а есть, как бы, по последнему, как бы, точка, когда свобода полностью уничтожается вместе с человеком. Ну, вот задача трех тел, получается, все-таки не является парадоксом. Фактически, получается, что если мы держимся нашего определения о добре, что добро есть стремление принести пользу, то оно, это определение, и здесь хорошо работает, и помогает нам понять ситуацию. То есть ситуация трех тел, физике, кстати, ситуация трех тел неразрешима, но у нас ситуация трех тел разрешима, да. Она состоит в том, что мы имеем право применить насилие в отношении нападающего, поскольку наше намерение защитить жертву. Точнее, было бы правильно так сказать, если говорить по-христиански, что человек, который стремится защитить жертву, он должен просто встать между жертвой и насильником и сказать, что я буду ее защищать. Если ты будешь продолжать, как бы, напирать, да, то я буду вынужден, как бы, защищать эту жертву всеми возможными способами. Подожди, а будет ли время сказать это тому человеку, который... Иногда не будет время, да. Бывают случаи, что, конечно, времени не будет. В любом случае, человек имеет право. Ну, конечно же, он должен стремиться причинить минимальный вред. Мы всегда должны стремиться в любых ситуациях причинять, если мы вынуждены причинять вред, стараться причинить минимальный вред. Чтобы потом его правосудие само услышали. Ну, вы же знаете, что часто даже минимальный вред может оказаться смертельным. Упал человек, ударился об угол, и все. То есть здесь сама реальность так устроена, что здесь могут так случайно завертеться, что тут ничего не сделаешь. Мы просто должны понимать, на самом деле, что вот это вот совершение вреда в отношении человека, косвенное, когда наше намерение является защитить жертву, оно является, не является злом, а является только просто вредом. И тогда понятно, что такое война, на самом деле. Можно ли воевать. Вот, знаешь, есть и движение пацифистов, которые считают, что нельзя убивать в любом случае, и воевать вообще нельзя. То есть, как бы, война невозможна. На самом деле... Священникам тоже нельзя война. Ну, это, на самом деле, получается, что... Если речь идет о войне, то мы должны точно так же понимать, что если война не нападающая война, а защищающаяся, оборонительная война, то это фактически речь идет о задаче трех тел. То есть, напали на наших родных, напали на наши дома, как бы на наших людей. Нашу Родину, которую надо защищать. Ну, Родина-то ладно, это абстрактное понятие. На людей напали. Мы же всегда говорим, что эти только в отношении людей действуют. Дома-то, в конце концов, врушат твой дом. Ну, плохо, конечно, но... Мы же обсуждали этот вопрос. Ну, можно как-то перетерпеть, да, потому что... Хотя мы говорили о том, что нападение на дома, есть, опять же, в косвенном смысле нападение на людей, потому что дома кому-то принадлежат, да. Так вот, получается, воевать на войне, если война справедливая, и убивать людей, да, раз ты вынужден будешь. Получается, это не является злом, это является вредом, да, потому что намерение твое состоит не в том, чтобы убить врага, а намерение твое состоит в том, чтобы защитить своих родных, там, ну, родину в широком смысле, так, в которой включают в себя людей и прочее. Получается, что даже воевать, на самом деле, правильно. А ведь в христианстве вначале было такое явление, да, когда солдаты отказывались воевать. И Римский империй не знал, что делать. Потому что, как бы, просто, ну, буквально там, массовое было поголовно, люди, христиане отказывались служить в армии, ну, а те, кто в армии, отказывались убивать. А как же крестоносцы были? Нет, ну, потом были изданы указы, на самом деле, и так далее, там. В итоге, как бы, заставили людей, как бы, воевать. Но, тем не менее. Потому что, если вдуматься, как бы, да, они исходили из простого правила, что убийство всегда зло. Вот видите, здесь возникает, как бы, вот мы сейчас пытаемся исправить эту ошибку. Потому что, если считать, что убийство всегда зло, да, тогда, получается, воевать нельзя. Пришли, убивают наших, это, матерей, детей, там, наших друзей и прочее. А мы ничего сделать не можем, потому что убивать-то вред, это же зло. Защищаться-то нельзя, получается, вообще. Если следовать абстрактному принципу, не убить. А здесь получается, что, вот в нашем определении, да, что можно убивать. То есть, убийство не всегда является злом. Иногда оно является вынужденным вредом. Ну, мы защищаем своих близких, да. Не мы же, на самом деле, это напали, да. Не мы причина того, что нам приходится убивать. Мы просто защищаемся. И в своей этой защите, как бы, иногда причиняем этого вред нападающему. Потому что иначе невозможно. Как защититься против нападающего, а не причиняем его вред? Ну, мы по возможности, конечно, будем стараться не причинять там бесконечный вред. Будем стараться причинять минимальный вред. Но как получится, реальность устроена немножко иначе. То есть, получается, что убивать на войне, на самом деле, не является злом. Понятное дело, что, как бы, есть, конечно, и всякого рода пограничные случаи, когда люди, убивающие на войне, входят в раж, как бы, им это нравится. И они уже убивают ради убийства, да, там, чтобы вообще искоренить их. Знаете, там, стихотворение есть, там, про фашистов. Там, где фашиста увидишь, поймай его, убей и так далее. Он, типа, на самом деле не человек, он там, всякий фашист должен быть уничтожен. Это, на самом деле, неправильный подход. То есть, нельзя призывать на войне к убийству. Надо стараться, конечно, на войне защищаться, но надо понимать, что это вынужденное убийство. И надо понимать, что всякое убийство все равно плохо. То, что вред, ведь вред все равно совершается. Другое дело, что оно не зло, но он все равно, ведь, совершается. И надо так действовать на войне, чтобы этот вред против врагов не перерос в зло. Потому что, если я буду убивать на войне с намерением убить врагов, уничтожить врагов, то это уже будет зло. То есть, тут тонкая такая грань. Когда я защищаю свою родину, себя, защищаю своих родных и близких от некого агрессора, и я убиваю всю, потому что вынужден убивать, это вред. Да, потому что мое намерение защищаться. И мое намерение защитить себя, родных и близких и так далее. Но здесь же нет вот такой прямолинейности. То есть, я что хочу сказать? Можно же переформулировать таким образом, что если ты не пойдешь на войну, другой не пойдет на войну, третий не пойдет на войну, и с другой стороны так же будут такие люди, то может и войны не будет? В идеальном смысле Валя, конечно, прав. В идеальном смысле. В идеальном смысле. Вот если есть какой-то идеальный мир, да, и как бы действительно, если посчитать, что все поступят так же, как ты, и все пацифисты скажут, все скажут, будут пацифистами. Подожди, понятно, что все, как ты, не поступят. Но если будут, если такие люди появятся, они вот были во Второй мировой войне, и с той, и с другой стороны были люди, которые сидели в лагерях, сталинских и фашистских, которые отказались воевать. Вот свидетели Иегова, например. Они сидели в обе стороны. Вот. И это хороший пример был. Я думаю, в следующей войне таких людей будет больше. И когда-нибудь таких людей станет большинство, и войны не будет. Вот эта позиция, по-моему. Да, просто убьют уже потом, как это вот, убивали Второй мировой, что с ним нет? С лагерями сделали? То и будет, и нет, и не будут защищать. Ты знаешь, что самое смешное? Я смотрел статистику, что люди, которые отказались воевать, и сидели в лагерях, у них, конечно, тоже были потери. Но в процентном соотношении их потери ниже, чем вообще те, кто воевал. Ну, да, там, то, что ты умер от голода, от болезни. Валя, здесь на самом деле ты все правильно говоришь. Конечно же, если мы участвуем в войне, то война сама по себе не бывает идеальной. И приходится убивать, на самом деле. В том смысле и намерение убить. Ну, в смысле, а что такое атака? Вот идет, как бы, допустим, наши атакуют немцев. И это люди бегут и с намерением уничтожить и других тех, и других врагов, которые в окопах. Ты понимаешь, вот года два, может быть, или год назад, ты как-то говорил, мне сейчас это кажется более правильным, говорил с той точки зрения, что даже в этой простой ситуации, когда трое там, и один убивает жертву, ты не должен убивать его, а должен дать ему возможность убить тебя, а только после того, как он убьет тебя, он доберется до жертвы. Может быть, это бессмысленный поступок, на первый взгляд. Но, по-моему, как раз с этической точки зрения он и есть правильный. Смотри, с этической точки зрения не может быть решение всегда только одно. Почему? Потому что мы всегда говорим в этике о свободе. Если бы речь была о том, что тут есть какой-то заданный алгоритм решения вопроса, то тогда бы этики не было бы. Тогда бы просто этот алгоритм и все. Как поступить правильно? Как более этично? Так правильно. Нет, это правильно, да. Сопротивляться, наверное, тоже можно. Вопрос следует о том, что мы должны понимать, на самом деле, что одни люди пойдут по одному пути, а другие люди пойдут по другому пути. Есть более совершенный путь, как ты предлагаешь. Он, наверное, более совершенный. Но согласись, что по нему пойдут немногие. Но я как-то не могу себе представить Христа ни на войне с автоматом, не могу его себе представить ни в ситуации троих, убивающим убийцу. Я как бы вижу, что он просто пожертвовал бы собор, его бы убили, а потом уже убили жертву. Не могу представить. Это идеальный вариант, что если человек будет действовать, есть же такое понятие категорический императив Канта, где надо действовать так, чтобы твоя максимума могла стать всеобщим законодательством. Очень простыми словами говорить, то надо действовать так, чтобы тот образ действий, который ты совершаешь, если его перенести на всех людей, то при этом перенесении как бы все проблемы разрешатся. Не возникнет противоречия. Вот, например, если человек отказывается воевать, и все откажутся воевать, войны не будет. Значит, это все-таки этический поступок. Я не говорю, что если человек жертвует собой, погибает, как ты говоришь. Он не защищает жертву словами, но к насилию не прибегает и погибает вместе с жертвой. Это этический поступок. Я не говорю, что этот поступок не этический. Не вместе с жертвой, он погибает перед тем, как погибает. Перед жертвой погибает. Может быть, жертва успеет убежать. Много может чего случиться. Ведь на самом деле можно встать между жертвой и насильником, да, и сказать жертве, быстрее беги. И ты сам задержишь жертву. Глядишь, ты, может быть, погибнешь, а жертва успеет, например, выжить. Много всего может что случиться. Правильно? Но вопрос состоит в том, что это идеальный этический поступок, где вообще никакого вреда даже не совершается, кроме вреда, который причиняет тебе, где только ты выступаешь в качестве, где ты жертвуешь собой, но сам никакого вреда не совершаешь, в отношении к другим. Но в реальности, на самом деле, не всегда люди согласятся на абсолютную жертву. Ну, конечно, если, допустим, перед тобой человек, как бы, маньяк или больной какой-нибудь, в остром состоянии психоза, он будет просто... То есть, если все поступят так, если даже все построятся в очередь умирать перед этой жертвой, он будет убивать одного за другим, потому что он психолог там находится. Это раз, а во-вторых, то... Проще просто скрутить. А другой человек будет каратистом каким-нибудь, владельцем десяти единоборств и так далее, он подумает, что сейчас быстренько его скрутят, понимаешь? Попытается. То есть, он просто подумает, что он, типа, вполне способен справиться, нанеся минимальный вред, обезоружить преступника. Но в реальности может случиться что угодно. Вдруг окажется, что преступник тоже не так прост, понимаешь? В реальности может, знаешь, что случится? В реальности может случиться, что преступник убивает тебя, промахнется, потому что невольно отклонишься. Упадет, разобьет голову и умрет. Да. Может и так случиться, да? Так что вопрос тут, на самом деле, с точки зрения реальности и как может случиться реальность многообразен и обширен. Поэтому мы должны понимать только, какой образ действия выбрать. Если мы выбираем образ действия ненасильственный, то тогда, да, придется встать между жертвой и насильником и пытаться как-то это вопрос разрешать. Ну, сначала, наверное, можно поговорить, там, попытаться что-то сделать. А в конце концов, можно довести до того, что, ну, ты погибнешь и все. Ну, что делать? Можно и так поступить. Но все равно согласись, что этот путь очень страшный. Тут, наверное, нужно просто некое компромиссное решение, что в случае этих трех жертв, там, спаситель и насильник, спаситель должен действовать по принципу, он должен стремиться... Минимальному вреду, с одной стороны, а с другой стороны, по-первых, он должен, не, главное его, стремление должен быть помочь жертве. Да. При этом постараться совершить минимальный вред. Да, именно так. Но если он каратист какой-нибудь, это владелец там, куча единоборств, он может, может быть, рассчитывать на то, что у него получится. Но если ты обычный человек... То есть ты обычный человек, ну, понимаешь, на что тебе надеешься? Ну, тут же все очень понятно, да, если, допустим, ты обычный человек, но у тебя есть нож, ты ударил ножом в ногу, допустим. Да. То есть ты после этого не обязательно сидеть и два часа тыкать в этого человека, этот нож, понимаешь? Ну, вопрос, как бы, задачи трех тел, ну, вроде как, разрешили, или все-таки еще... Ура! Нет, или все-таки, на самом деле, ну, говорю, остались вам... Разрешили, разрешили, а что тут еще? Или все-таки, ну, все-таки есть, как бы, спектр возможностей, да, можно... Во-первых, на самом деле, действительно, действительно, ведь устроено так, что можно... Ну, и все же по ситуации же будет. По ситуации, надо конкретно поступать, именно, что я правильно, я это и хотел сказать, что ведь не обязательно до крайности дойдет, может, и не дойдет. Ты вступишься, начнешь разговаривать, какой-то возникнет диалог, может быть, в итоге этого диалога вдруг выяснится, что он не номеровался убить, что он сам хотел попугать, там, и много что может выясниться. Просто цель твоя должна быть защитить жертву, а не убить насильника. Да, именно так. И как только эта цель реализовалась, то ты защитил, все, ты уже не должен... Да, и минимизировать вред возможный, который вдруг случится, если вдруг придется защищать жертву. Минимизировать ее по-моему. Я все время думаю, иду в туалет иду, а вдруг из этой двери кто-нибудь выскочит. Что бы мне таким вот такой взять, если что, по башке трехнуть? Это фонороя. Если у нас, на самом деле, каждый человек сам себя защищает, все же это общество такое. Тогда не общество, это там, это, как, не знаю, а как это это. Просто агрегарное состояние какое-то, как песок, вот, да, каждая песчинка сама за себя. Помнишь, вот мы говорили о такой метафоре, как это, хлеб спекаемый, да? Что вот зерно рассеяно по полям, и оно каждое само по себе одно. А когда оно, это, замесено в тесто, почему вообще метафора в тесто, так популярно в христианстве, что когда испечен хлеб, там нет отдельных зерен, а там есть нечто такое общее, одно, каравайное. Да, каравай. Точно так же и здесь. Речь идет о том, на самом деле, что мы не должны каждый быть в отдельности. Ну, что тогда за общество было? Мы должны быть в некотором отношении, находиться в какой-то солидарности с друг другом. То есть мы должны приходить на помощь. Ну, в этом же и состоит суть. Вот мы говорили об этике, как бы, взаимопомощи на дорогах. Мы должны, ну, не то, что там обязаны прям прибегать, в любом случае всегда, на помощь друг другу. Но мы должны, по крайней мере, хотя бы иногда, да, какую-то солидарность проявлять. Но на самом деле мы, если даже хотим этого, не хотим, мы это делаем, на самом деле, по факту. Просто верить в то, что в обществе люди, как атомы, да, вот, как отдельные индивиды живут, это просто не понимать суть дела. Это не так просто, по факту не так. По факту мы с друг другом связаны, изначально, и изначально, как бы, находимся в некой солидарности, в неком общении. Только просто одни люди почему-то хотят верить в то, что другим людям до нас наплевать, как бы, да, потому что им самим наплевать на этих людей. А другие, как бы, им не наплевать на других людей, а поэтому они верят в то, что им придут на помощь. Вот если ты будешь другим помогать, у тебя, значит, сложное впечатление, что, вообще говоря, такие люди, которые помогают другим людям, есть, ты сам, прежде всего. Поэтому и важен образ мыслей, да, вот. То есть ты, как бы, ты, тут же я говорю, вот, постоянно действует отдельно тот же закон справедливости или закон симметрии, который говорит о том, что тот образ мыслей, тот образ действий, который ты осуществляешь, ты, как бы, подозреваешь, с одной стороны, с другой стороны, ожидаешь действия от других людей. Точно так же. И наоборот, если ты сам ничего не делаешь в отношении других людей, то ты думаешь, что и другие люди в отношении тебя ничего не делают. Тут каждый раз симметричная ситуация. Если мне наплевать на других людей, то я буду говорить, что и другим людям на меня наплевать. Вот, например, простая ситуация такая, симметричная, когда люди говорят о том, что меня, типа, никто не любит. Это что означает? Это означает, что он никого не любит. В человеческом обществе всегда все вот находится в такой симметрии. Всякого рода высказывания человека о других, в самом деле, есть не что иное, как высказывания человека о себе. В силу вот этого вот закона, как бы. И дело даже не каких-то здесь, как бы, в психологических вещах, да. На самом деле, в силу изначальной симметричности вот этих свобод, свободы, да. Мы находимся в таком соотношении с другими людьми, что все, что мы думаем по отношению к другому человеку, все то же самое мы думаем о себе. Я не согласен. Если человек себя так ведет, что он, ну, показывает всем, что он не любит. Ну, конечно, можно сказать, что ты не любишь людей. Так называемая человеческая природа, как бы, есть какое-то представление о мире, о любви и себя. Дело просто в том, на самом деле, если копать в это направление правильно, то суть состоит в том, что мы сами себя знаем только потому, что мы знаем другого человека. На самом деле, наше знание о себе есть не что иное, как спроектированное внутрь знание о другом. И наоборот. Наше знание о другом есть не что иное, как спроектированное знание изнутри себя. То есть мы знаем. То есть, на самом деле, мы никогда не знаем сами себя, исходя из самих себя. Мы всегда знаем себя, исходя из другого, прежде всего. И потом, во вторую очередь, знаем другого, исходя из себя. То есть я, например, смотрю на себя и понимаю, что человек таков, и потом думаю, что и другой человек точно такой же. Или наоборот, я смотрю на другого человека, да, человек таков, поэтому думаю, наверное, и я такой же. Просто почему здесь последовательность такая, что сначала мы знаем другого человека, а потом знаем себя. Потому что в детстве у нас нет внутреннего содержания. И мы на самом деле усваиваем то, что представляет собой человек, исходя из того, как он выглядит вовне. То есть родители, другие дети, общество. То есть мы на самом деле, чисто онтологически в своем развитии, мы сначала постигаем то, что мы представляем собой, исходя из других людей. Но это все разные? Вот это получается, что это все одинаково? Нет, подождите, подождите. Еще у нас есть люди разные. Есть некоторые люди, может быть, и разные, но в некотором отношении люди одинаковые. Вот два стола, они разные, но в чем-то они же и то, и и другое стол. Ну как же, есть люди достойные, а есть люди недостойные. Такого не бывает. Все люди, люди, достойные, недостойные, все это оценки какие-то, не относящиеся к самой сути дела. Потому что человек может, человек обладает свободой, в одних ситуациях он будет один, в других ситуациях он будет другой. Не бывает людей недостойные. Но есть люди низкие. Не бывает так никаких не низких, никаких людей. Бывают только просто люди, которые могут действовать. И они обладают свободой. Ну, не правда это. Есть люди, закореневшие во зле. Ну, значит, ты тогда вообще не понимаешь, о чем идет этика. Вот ты просто то, что ты сейчас выражаешь тем, что есть люди недостойные, злые, закореневшие во зле. Ты просто тогда не понял, в чем состоит суть этики. Почему на самом деле ты должен поступать этично по отношению к другому человеку? Если он закоренел во зле, почему ты должен по отношению к нему этично тогда поступать, если он злой? Тогда надо его уничтожать. Но он зло. Нет, но он может покаяться. Вот. Так вот, подождите. В том-то и состоит суть, что он не злой, значит. Если он может покаяться, значит, что он не злой в своей сущности. В сущности своей он свобода. В проявлениях этой свободы в данную минуту он, оказывается, выступает как злая воля. Но не сама воля его злая. Он-то свободен, у него просто есть воля, которая в данном случае осуществляет зло, в другой случае будет осуществлять добро. Сама его воля свободна, поэтому нельзя говорить, что человек злой. Человек просто свободен. Но он иногда совершает злые поступки. В этом состоит сущность этики, что человек берет со стороны своей свободы. Человеку есть возможность совершать поступки. Да, я согласен. И это просто важно. Почему вообще этика нужна? Этика же нужна не потому, что, как кажется, мы должны быть нравственными, моральными из каких-то внешних обстоятельств. Потому что так принято, какие-то культурные различия, какие-то этикеты, красота человеческая, духовное содержание и прочее. Какие-то внешние обоснования. А этичным нужно быть, потому что, поскольку я свобода и другой свобода, то я должен понимать, как я каждую секунду должен к этой свободе другой относиться. В каком я отношении нахожусь по факту. По факту я говорю, потому что если ты свобода, ты в любую секунду можешь совершить какие-то свободные действия. Любые. И поскольку я свобода, то я тоже в любую секунду могу свои действия совершать, совершить любые действия. И мы постоянно находимся в этическом отношении. Не только в те моменты, когда конфликты возникают, а постоянно. Поскольку мы две свободы как-то соотнесены. И мы можем в любую минуту наши взаимоотношения как-то изменить в одну или другую сторону. Этика, на самом деле, это суть вообще как бы бытования личности. Потому что личность изначально это некое свободное существо, и оно должно самоопределиться по отношению к другим свободным существам. В этом смысл этики, как этики. Безотносительно всех вот этих сюсюканий по поводу того, что там есть какие-то правила этики, законы, что есть какая-то мораль, нравственность и прочее. Все это как бы вторично, это все только пустые слова. А изначально я, поскольку свободен, и поскольку другой человек свободен, то я от этого другого постоянно могу ожидать каких-то действий. Я должен понимать, как себя вести. Ну потому что это же не... Вот если бы я, допустим, общался с роботом, я бы понимал, что у робота ограниченное количество возможностей. Вот компьютер стоит, он может сделать только то, что в принципе в него вложено, он ничего другого сделать не может. И поэтому у меня к нему не может быть никакой этики. И мне не нужно к нему самоопределяться. А другое дело человеку, в любую минуту, может, условно говоря, мне попырнуть ножом, может, подскочить того, допустим, меня связать, сбить с ног, отобрать деньги, может, там, и все что угодно может случиться. Обнять, может. Обнять, наоборот, может. Обнять, предложить мне денег, может, и прочее. Я должен понимать, на самом деле, как в этих ситуациях себя вести. Вот в чем вопрос-то состоит. И это вопрос насущный. Это не вопрос каких-то сентиментальностей. Это вопрос самого бытия свободы, в принципе. Продолжение следует...